Председатель Еврокомиссии призвала Индию поддержать предпринимаемые Западом усилия против вторжения России в Украину. Урсула фон дер Ляйен была почётным гостем на конференции индийского правительства по внешней политике «Диалог Российно». Помимо развития отношений между Брюсселем и Нью-Дели, немецкий политик союзного уровня использовал эту платформу, чтобы привлечь ведущую южноазиатскую державу на сторону Евросоюза в этом конфликте у его восточных границ. Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Индии Норендро Эмоди. «Это определяющий момент, — сказала она. Наши решения в эти дни сформируют мир на грядущие десятилетия. Наш ответ на агрессию России сегодня определит будущее как международной системы, так и мировой экономики. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать наши усилия для прочного мира. Но Нью-Дели пока не собирается подключаться к санкциям против Москвы. С начала войны Индия закупила российской сырой нефти как минимум в два раза больше, чем за весь 2021 год. Но потребуются не только слова, чтобы убедить её изменить курс. Сотрудник азиатской программы германского фонда маршала США Гарима Мохан считает, что Евросоюзу придётся предложить индийцам более сильные стимулы, особенно в военной и технологической областях. «От 60 до 70 процентов запчастей, оборонных технологий и так далее поступают из России, что делает Индию сильной от неё зависимой. Это жизненно важно в контексте нынешней напряжённости на индийско-китайской границе. Вспомним, что там вспыхнуло насилие в 2020 году, и этот кризис до сих пор не разрешён. Индия находится в состоянии повышенной тревоги». Глава Еврокомиссии сказала, что после окончания войны в Украине ЕС и Индия будут более тесно сотрудничать в борьбе с изменением климата. Стороны договорились возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле, а также создании Совместного совета по торговле и технологиям. Приглашение на конференцию «Диалог России» на российскому представителю было организаторами отозвано.